Имя этого человека Несколько раз его избирали в парламент Великобритании Но все его присутствие в этом парламенте запомнилось одной лишь фразой Говорят, что во время одного из заседаний он взял слово И обратившись к присутствующим сказал Господа, я прошу закрыть окно, иначе я могу простудиться Конечно же, более всего он известен своими открытиями в области физики, математики, богословия Великий ученый, сэр Исаак Ньютон, посвятил всю свою жизнь научной деятельности Но в его жизни, в его деятельности есть нечто такое Что он оставил существовать надолго после себя И это не только его научные труды, это не только его открытия Которые, безусловно, бесценны Ведь еще одно достояние Ньютона Каждый из нас имеет при себе Если вы откроете свои кошельки или если вы носите мелочь в кармане Обратите внимание на монету На любую монету У меня 10 рублей в руках У вас может быть монета любого достоинства Скажите, пожалуйста Глядя на нее, рассматривая ее со всех сторон Чем она обязана Исааку Ньютону? Подумайте Специально тоже фотография 10-рублевой монеты Нет, никак размером наши 10 рублей не связаны Возьмите любую другую монету любой другой страны И посмотрите на гурт монеты Боковой край Пощупайте его Если у вас есть такая возможность Сейчас достаньте из кошелька монету Пощупайте гурт И вы ощутите, что он рифленый Он не гладкий полностью Но у него есть рельеф Но вы спросите Как гурт монеты Как рифленый гурт монеты Связан с блестящим физиком Исааком Ньютоном Оказывается, все очень просто Во времена этого великого ученого Ценность монет была эквивалентна Содержащемуся в них драгоценному металлу В связи с этим существовала проблема Когда монета чеканилась на монетном дворе Что делали фальшиво монетчики Они опиливали по кругу Каждую монету Стачивая драгоценный металл Переплавляли его И чеканили Фальшивые деньги Решение проблемы было предложено Этим блестящим ученым Идея была проста Нужно было прорезать на краях монеты Маленькие линии Из-за которых бы стесанные края Сразу были бы видны И, соответственно, человек В руки которого попадала такая монета Сразу же бы определял фальшивку Хотя сегодня в наших с вами монетах Нет драгоценных металлов Но, тем не менее Если вы еще раз на нее посмотрите Вы увидите рифленый гурт Драгоценности нет Гурт остался Это наследие мы имеем сегодня Получается, что на сегодняшний день Все монетные дворы Следуют совету Исаака Ньютона Хотя, еще раз повторюсь Ценности в монетах нет Но так уж привыкли Чеканку монет делать Что по сей день Мы с вами вот с такими вещами Встречаемся Причем здесь вера Это еще один вопрос Если мы с вами будем читать Священное Писание А в частности Книгу пророка Иеремии То вот в этой книге Мы с вами познакомимся С историей одной семьи Хотя вроде бы пророк Иеремия Должен пророчествовать О народе израильском Но он приводит В качестве иллюстрации Историю одной большой семьи Это семейство Ведет свою родословную От Иофора Тестя Моисея После того, как израильтяне Овладели землей обитованной Эти люди также селятся на ней Но живут отдельно Одного из родоначальников Этого большого семейства Звали Ионадав И был он сыном Рихава Именно поэтому В Иудее и Израиле Это семейство называли Рихавиты Как и во многих семьях И в этой семье была традиция Или даже лучше сказать Не традиция, а заповедь Заповедь, которую заповедал им Их отец Ионадав И вот следование этим семейством Заповеди своего отца Было своего рода идентификатором Было своего рода идентификатором Который помогал определять Свой ты или чужой И надо сказать Что никакие уговоры Не могли этих людей Убедить в том Чтобы этой заповедью отца Они пренебрегли Никакие обстоятельства Не могли пересилить Твердость их убеждений И они оставались Преданными завету своего отца Всю свою жизнь Но давайте почитаем с вами Один случай Который произошел с этой семьей Этот случай описан В 35-й главе Книги пророка Иеремии 35-я глава 2-й, 3-й текст Господь обращается к Иеремии И говорит ему следующее Иди в дом риховитов И поговори с ними И приведи их в дом Господень В одну из комнат И дай им пить вина Я взял Иазанию Сына Иеремии Сына Авацинии И братьев его И всех сыновей его И весь дом риховитов Очень интересная ситуация Обрисована здесь В самом начале этой главы Божий пророк Коим является пророк Иеремия Должен был со своей стороны Сделать все Чтобы это семейство Нарушило заповедь Отца Причем посмотрите Как все это обставлено Красиво Где они должны были Это сделать Он должен был их привезти В Божий дом Приведи в храм А на то время В храме Было достаточно Вспомогательных помещений Пристроено Были комнаты священников Были комнаты левитов Ну и вот Соответственно В одну из комнат Их нужно было Привезти И попытаться убедить Их в том Что то обещание Которое они дали Своему отцу Десятки лет назад Можно нарушить Здесь В стенах храма Наверное Глядя на эту ситуацию Можно для себя Отметить следующее Место В котором ты находишься Может Усиливать Искушение В разы Может быть Если бы он Предлагал им Сделать это На улице Влияние Этого предложения Было Одним Если бы он Предложил Сделать это У них дома Влияние Этого предложения Было бы Другим Но тут Божий дом Тут храм И Иеремия Пророк Тоже Не последний Человек Он из Священнического Рода Все люди Знают Что он Пророк Ведь он Не раз Обращается С пророческой Вестью К людям Но вот Много Получается Факторов Благодаря Которым Можно Пойти На Уступку В храме Истинный Пророк Предлагает Им вина Посмотрите На пятый Текст И поставил Перед сынами Дома Риховитов Полные Чаши Вина И стаканы И сказал им Пейте Вино Храм Пророк Кто ж Откажется Правда Ведь Еще раз повторюсь Обстоятельства В которые Они попали Довольно Интересны И Если это делается На святом месте Из уст Святого пророка То уж Наверное Можно Пойти На уступку И пренебречь Какими-то Обещаниями И клятвами Текст Показывает Нам Что это Искушение Усиливается Если он Раньше Им просто Говорил Пойдемте Я вас Я вас Угощу То теперь Перед ними Уже Поставлено Накрыто Полные Чаши Осталось Только Протянуть Руку Взять В руки Стакан И Выпить Звучат Не просто Слова Перед ними Предмет Искушения И они Еще раз Понимают Что Иеремия Не шутит Настрой Иеремии Очень серьезен Настрой Иеремии Очень Решитель Он На полном Серьезе Предлагает Им Этот Напиток А я Еще раз Повторюсь Сказав О том Что Они Прекрасно Знают Кто Наливает Им Это Вино Это Пророк Несущий Уже Многие Годы Пророческое Служение Жителям Иудеи И Иерусалима И почему-то Мне кажется Что эти люди Не раз Слышали Его Публичные Выступления В которых Он сурово Обличал Тех Кто Его Вестям Не Внимал Попробуйте Поставить Себя На Место Этих Людей Он Сурово Обличает Тех Кто Остается Глух К его Словам И Вот Теперь Эти Люди Попадают В эту Ситуацию Что Им Делать Послушаться Пророка Нарушить Завет Отца Или Остаться Твердым И Ослушаться Пророка Как Делают Многие Если Вы Найдете Сегодня Время После Нашего Богослужения Дочитайте Эту 35 Главу До Конца Перед Ними Выбор Что Делать Как Быть Как Поступили Бы Вы Что Сделали Бы Вы На Их Месте Подумайте Когда Будете Читать Их Ответ В 6 Тексте Этой же 35 Главы Но Мы Читаем Они Сказали Мы Вина Не Пьем Потому Что Иоанн Дав Сын Рихава Отец Наш Дал Нам Заповедь Сказав Не Пейте Вина Не Вы И Дети Ваши Вовеки Смотрите Дорогие Для Них Это Заповедь Данная Их Отцом Совершенно Не Похожа На Чеканку Монеты Если Здесь Нет Ценности А Гурт Есть Смысла Как бы Тоже В этом Гурте Немного То Вот Для Них Заповедь Их Отца Имеет Глубокую Неприходящую Ценность Ценность Которая Имеет Значение Во все Во все Века Для них Говорят Риховиты Воля Отца Важна И они Не готовы Ни при каких Обстоятельствах Ей Пренебречь Для них Воля Отца Ценна Даже Тогда Когда Их Отца Нет С ними И прошел Уже Не один Десяток Лет После Того Как он Высказал Им Эту Просьбу И Завещал Жить Так Они Не поддаются Уговорам Даже Тогда Когда Пророк Божий Предлагает Им Пренебречь Своей Клятвой Эта История Демонстрирует Великую Силу Традиции То Что Вначале Кажется Сложным Благодаря Длительному Сроку Становится Легким И Естественным Их Не сломить Их Не Переубедить То Что с ними Происходит Говорит о том Что В их Случае Искушение Бессильно В случае Твердой Убежденности Искушение Не имеет Сил И Эти люди Яркое Тому Подтверждение Ведь На самом Деле Читая эту Историю Согласитесь Как здорово Что есть Люди Для которых Обещания Которые Они дали Пусть И Достаточно Давно Не Превращаются С течением Времени В пустой Звук И не Теряют Ценности А как С нашими Обещаниями Которые Мы дали Давно Они Все еще Имеют Цену Для вас И меня Вы Киваете Головой Благодарю Тех Кто В зале Кивает Сегодня Вы Знаете Я в этом Убежден Что Те Обещания Которые Мы С вами Дали Кто-то Очень Давно Кто-то Не так Давно Все еще Ценны Все еще Имеют Для нас С вами Важное Значение Ведь Та ситуация В которой Мы с вами Оказались И продолжаем Оставаться Очень похожа На то что В некоторой степени Похоже на то что Произошло Вот с этим Семейством Хотя да Мы разные Но есть то что Нас объединяет Несмотря на То что Мы живем В разное Время Несмотря на то что Мы с вами В разных Обстоятельствах Нас Объединяет Верность Верность Тем обещаниям Которые мы Когда-то Дали И даже Тогда Когда Мы с вами К вам С этого места Обращаемся С просьбой Оставаться Дома В субботу Не ходить В церковь Как вы Реагируете На эти просьбы Сидим Спасибо Сестра Елена Мы Сидим Дома Но согласитесь Вот эта просьба Если отбросить Эпидемиологическую Ситуацию Сидите дома Не ходите В церковь По субботам С моих уст Как-то странно Она звучит Правда Но тем не менее Эта просьба Есть И мы Остаемся Дома Но тем не менее Оставаясь Дома Мы с вами Продолжаем Быть людьми Чтущими Заповедь Ведь так И Зная Многих Из вас Я знаю О том Что это Время Субботнего Богослужения Имеет Для нас Огромную Ценность И эта Ценность В подтверждении Слов Сказанных Пророком И Иезекиилем В 20 Главе Своей Книги Тексте 12 Где он Определяет Субботу Как Знак Непреложный Знак Освещения Давайте Вспомним Эти Слова Из 20 Главы Книги Пророка Иезекииле Текста 12 Звучат они Так Дал им Также Субботы Мои Чтобы Они Были Знаменем Между Мною И Ими Чтобы Знали Что Я Господь Освещающий Их Я Знаю Мои Дорогие Что Вы Когда Приходит Время Нашего Богослужения Предстаете Пред Господом В 10 30 Пусть Мы Дома Но Мы Объединены В Поклонении Пусть У нас Нет Возможности Вот Так Живую Видеть Лица Друг Друга Но Мы Рады Тому Что Мы Встретились На Богослужении Онлайн В Нашей Родной Общине На Стремянном Мы Знаем Что Сестры И Братья Смотрят Эту Трансляцию И Это Нас Не Расслабляет Нахождение Дома А по Мне Так Наоборот Делает Более Ответственными Потому Что Даже Если Я Остаюсь Дома Я Удеваю Рубашку Брюки Моя Одежда Отличается В субботний День От Повседневной Я Не в Шортах И в Майке Перед Экраном Телевизора Или Планшета И По беседам С многими Из вас Я знаю Что Так Делают Люди Что Кто-то Одевает Специальное Субботнее Платье Одежду И Поклоняется Господу Потому Что Для него Суббота Имеет Ключевое Значение Вне Зависимости От Того Где Он Оказался Дома На Даче Или Как Мы С командой Ведущих Здесь В Доме Молитвы Как Хорошо Мои Дорогие Что Этот День Субботний Не превратился Для нас Просто В выходной Когда Можно Не вставая С дивана Потягивая Чаек Из Кружечки Переключать Каналы Трансляции Наслаждаясь Духовными Размышлениями Нет Мы В этот момент Вовлечены В процесс Поклонения Мы 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 В церкви Вместе С Преседателем Субботней Школы Который Ведет Урок Мы Там В церкви Вместе С казначеем Который Приглашает Нас К служению Дарами Мы Там В церкви Вместе С поющими Которые Славят Имя Божье Мы Там В церкви Вместе С пастором Который Открывает Священное Писание И пусть Мы Дома Но суббота для нас не потеряла святости и ключевого значения. Суббота продолжает для нас с вами оставаться этим знаком верности нашему Господу. Она занимает ключевую роль в нашем Ему поклонении. И пусть как бы долго еще не продлилось вот это время нашего дистанционного объединения в служении нашему Господу, мы бы с вами остались такими же ревностными, мы бы с вами остались такими же верными участниками богослужения, как в прямом эфире, так и вживую, когда у нас есть возможность посещать нашу дорогую общину настремянном. Также, мои дорогие, если говорить о нашей жизни, жизни нашей Церкви, я хочу вас поблагодарить от всей души за то, что, несмотря на расстояние, вы верны Господу. И вы проявляете Ему свою верность и жертвенность, хотя я знаю, что вы все в непростых условиях находитесь. Но вот такое наше участие в добровольных дарах, наша верность в возвращении Господу святых десятин говорит лично мне о том, что вы глубоко верите и доверяете Господу. «Что, несмотря на обстоятельства, в которых вы находитесь, для вас имеет ключевое значение отдать Божие Богу». Богу, который в этих непростых обстоятельствах продолжает заботиться о нас. Все это говорит о том нашем глубоком понимании этого вопроса, «Когда для нас те средства, которые мы имеем, также становятся показателями нашей веры, раз мы с таким трепетом исполняем обещанное нами когда-то быть верными Господу в приношении даров и святых десятин». Именно поэтому, мои друзья, для нас слова из книги «Левит» — это не просто буквы. Это жизненный принцип, по которому мы живем. В 27 главе книги «Левит» этот принцип изложен в 30 тексте, где читаем следующее. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Еще раз повторюсь, сказав о том, что мы сегодня с вами находимся в непростом времени, но это непростое время. Вот такое непростое наше состояние не переменило наше убеждение в этом вопросе. Мы с таким же трепетом продолжаем относиться к тем средствам, которые мы посвящаем нашему Господу. И все это красноречиво свидетельствует о том, что Бог и только Он для вас на первом месте. А значит, Господь, я в этом убежден абсолютно, воздаст каждому из нас за ту верность и щедрость, которую мы с вами имеем. И еще хочется отметить нечто важное. Это непростое время, когда мир сегодня скрыт друг от друга масками, перчатками, когда одно неосторожное чихание в общественном месте нас настораживает, не сделало нас людьми черствыми. Да, мы три месяца не видим друг друга, но я знаю, что вы общаетесь. Общаетесь по телефону, общаетесь через остальные мессенджеры, какие только доступны нам сегодня. А это говорит о том, что для нас с вами, дорогие, существуют не только ваши и мои переживания, что для нас с вами переживания наших сестер и братьев стали близкими нам. Мы стали их воспринимать как свои. И я от всей души благодарю вас за то, что вы поддерживаете друг друга. Общаясь пусть по телефону, пусть на расстоянии, но вот Библия, говоря об общении, подразумевает нечто большее, чем разговор. Если вы прочитаете прослание к евреям в 13 главе 16 текста, увидите там следующее. Посмотрите, что говорит автор. «Не забывайте, — пишет он, — также благотворение и общительность, ибо такие жертвы благоугодны Богу». Очень интересно, здесь автор охарактеризовал общительность. Он говорит, что это жертва Богу. И не просто жертва, а, как пишет нам священный текст, жертва благоугодна. Когда мы с вами находимся в общении, мы не просто говорим, мы служим. Служим нашему Господу. А я знаю, что вы не теряете связь. Вы продолжаете общаться, продолжаете обмениваться переживаниями, опытами, радостями друг с другом. И это еще раз свидетельствует о том, что мы с вами в первую очередь одна большая семья. И пусть эта семья не видится три месяца, но это не значит, что они потеряли чувство родства. Это не значит, что они забыли друг друга. Нет. Мы та семья, в которой нет чужих. Семья, в которой переживания других стали нашими собственными переживаниями. Я благодарю вас от всего сердца за то, что вы по мере сил ваших, по мере возможностей даже включаетесь в решение проблем достаточно сложных и серьезных в жизни наших сестер и братьев. Это очень дорогого стоит, мои дорогие. Ведь сколько молитв вознесено за это время. Сколько ответов на эти молитвы мы получили и радовались Господу, говорили, слава Богу. Слава Богу, что Он ответил. Слава Богу, что есть продвижение в решении каких-то вопросов. Все это было бы невозможным без каждого из вас. Все это бы не совершилось, если бы вы не находили время взять паузу, обратиться к Богу в молитве. Или взяв паузу, позвонить сестре или брату и узнать, а что случилось, как помочь, что я могу сделать. Это все еще раз и еще раз подтверждает слова апостола Павла, которые он записал в своем послании к церкви из Ефеса. Четвертая глава этого послания, текст 16 звучит так. Он говорит здесь о церкви. «Из которого все тело, составляемое и совыкупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Павел здесь описывает церковь как единый организм. «А глядя на нашу общину, я думаю, что мы можем точно так же сказать о ней, что наша церковь, наша община на стремянном – это тоже единый организм, где все связано этими связями, где все тоже очень четко взаимодействует. Когда мы знаем о том, как вы живете, когда мы знаем о том, какие переживания вы имеете, когда мы знаем, как мы можем отреагировать на эти переживания. И, соответственно, исполняя каждой свою функцию, несем благо друг другу». Именно поэтому еще раз хочу подчеркнуть следующее. Почтение к Божьей заповеди, наше трепетное отношение к святыне, наше трепетное отношение друг ко другу для нас не превратились просто в набор действий. Мы не делаем это на автомате, нет. Все это продолжает оставаться для нас крайне важным и имеет неприходящую ценность. Мы не превратились в монеты, в которых сегодня нет драгоценности, а лишь остались одни – атрибуты и чеканка. Ведь наша жизнь свидетельствует о другом. И пусть мы пока остаемся дома, пусть мы пока не можем все прийти сюда на богослужение, но это сегодня не стало для нас каким-то расслабляющим фактором, а даже наоборот – вероутверждающим. Когда мы уделяем время для того, чтобы послужить детям, когда мы уделяем время, чтобы семьей объединиться в поклонении нашему Господу. В этой связи хочется прочитать еще несколько текстов из первого послания Павла к церкви из Фессалоник. Первая глава с текста 6 по 8. Читаем здесь следующее. «И вы, – пишет Павел, – сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Какие удивительные слова восхищения пишет Павел об этой церкви в Фессалониках. «Я верю, что и наша с вами жизнь, жизнь нашей церкви уподоблена жизни церкви из Фессалоник, когда мы тоже при многих скорбях не потеряли человеческое лицо, когда мы тоже при многих проблемах, которые мы имеем, не очерствели и не охладели ни по отношению к Богу, ни по отношению к нашим ближним. Поэтому пусть наша вера, которая сегодня проявляется в жизни, продолжает уподобляться вере вот этих христиан. Ведь, как мы прочитали, они стали образцом для других. Вот и мы сегодня, продолжая жить жизнью христианской, продолжая чтить волю Господню, давайте в своей жизни пронесем ценность и значимость для нас Божьих слов. Давайте в своей жизни пронесем ценность и значимость тех обещаний, которые мы когда-то дали. И станем, как те реховиты, которых ничто и никто не смогли переубедить, пренебречь заповедью Отца. Павел написал в 12 главе послание к римлянам с 9 текста. «Любовь, — пишет он, — да будет непритворно, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Пусть эти слова Павла, мои дорогие сестры и братья, вдохновляют нас в нашем дальнейшем пути следования за Господом. Пусть эти слова Павла еще раз и еще раз вдохновят нас быть исповедниками тех обещаний, которые даны были нами когда-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok